Всем доброго времени суток! С вами Татьяна. Сегодня вторая серия марафона косметических покупок. И эта серия посвящается покупкам люксовой косметики. Ну, так получилось, что перед праздниками и после праздников была большая распродажа на некоторых сайтах косметических здесь у нас в Норвегии. И на одном из сайтов было прям очень-очень много всего. Называется он парфюмка или кто-то, но если кто-то живет в Норвегии и смотрит меня, можете там посмотреть что-то для себя. И там в основном я приобрела палетки теней. Они очень-очень бюджетно стоили. Не буду называть цены, потому что, ну, наверное, не актуально будет. Большая часть тех, кто меня смотрит, проживают не в Норвегии, а в других странах. Поэтому, поэтому как-то так. Так, первая покупка – это палетка от Clorans. Вообще очень бюджетно стоила просто, ну, не скажу, что копейки. Ну, и даже вот полная цена как бы не очень дорого стоила. А если со скидкой, то вообще чего-то там, то ли 180 крон, это просто вообще ни о чем. Эта палетка какая-то то ли редкая, я не знаю, то ли она лимитированная. Я искала информацию и на русских сайтах, и вообще везде, но я ничего-то не нашла. Мало что есть об этой палетке. И, когда она была выпущена или еще что-то, она ужасно неприятно пахнет. И я думала, что это тени. Но нет, оказалось, это не тени, а вот сама вот эта вот коробочка. Может быть, и поэтому продавали по такой низкой цене эту палетку. Я еще не тестировала. Тестирую вместе с вами и вижу уже, что вот этот вот оттенок первый очень пылит. Да и последующие оттенки, они тоже пыльные, но посмотрите, очень хорошо так наносятся. Так вот этот вот оттеночек какой-то малозаметный. Видно, что палетка разнообразная. И у меня вопрос, если вы знаете что-то об этой палетке, когда она была выпущена. Может быть, это старье какое-то, не знаю. Вот, ну, я не думаю, что это какой-то старый выпуск, потому что палетка была хорошо так запечатана. А вот что не так с материалами, из которых она изготовлена, не знаю. Ну, качество, как бы, знаете, и ничего. А тут, знаете, что в этой палетке? Тут тени, они очень-очень разнообразные по текстуре. Есть перламутровые тени, есть вот матовые тени. Вот что. Есть, которые пылят, есть, которые не пылят. Как-то вот такое вот разнообразие. Вот эти вот, которые перламутровые. Ой, какой красивый оттеночек. Они не очень хорошо наносятся. Ну, я в любом случае не жалею, что приобрела эту палетку. Смотрите, какая она разнообразная. В общем, если кто-то знает, напишите, в каком году она была выпущена. Ещё раз повторю свой вопрос. Очень-очень интересно. Лимитка какого это года? Это палетка. Так, тёмный оттеночек. Медный. Вот такие вот. Ну, давайте здесь вот продолжу. Вот. Очень разнообразные оттенки. Они красивые. Я знаю, что мне такие очень идут. И палетка... Ну, не скажу, что она сложная. Вот есть... Я много раз вам говорила, жалуюсь прям, что есть... Есть вот такие палетки, я имею в виду оттенки, с которыми захочешь, ничего не создашь на руке. А здесь можно. Уже как бы я так прицелилась. Можно что-то сообразить на руке. Так, вот такая вот красота. От Клоранс. И от Клоранс, там же на этом сайте, парфюмка или кто-то, но продавалась вот такая дорожная палетка. Мне кажется, я ее раньше видела, когда часто летала. Я видела ее в продаже, эту палетку. Ну, вот в последнее время. Но по той стоимости, по которой она продавалась, я, конечно, бы не хотела покупать. Так, а вот по большой скидке я, конечно, ее приобрела. Это стоила палетка то ли 215 крон, то ли что-то такое, но тоже очень довольно-таки бюджетно. Здесь вот есть два оттенка для губ. Есть здесь румяна, есть здесь пудра. Так, и, естественно, тени. Давайте тени посмотрим с вами. Не тестировала ничего. Вот все. Осуществляю, так сказать, вместе с вами. Такие вот четыре оттенка. Я очень-очень люблю такие вот комплексные палетки дорожные. И это даже хорошо, что тут объем такой маленький. Ну, и тени такие вот, ну, действительно дорожные. Чего-то такого, ох, и не нужно в дорогу. Так, и... Два оттенка. Вот это вот, наверное, пудра, а вот это вот румяшки. Можно, конечно, посмотреть информацию. Так, вот так вот. Очень такая гамма, приглушенная, хорошая. И в этой же, в этом же наборе шла тушь. Такая миниатюрка от Клоранса. Ландер Пефект. Так, это следующий. Следующий набор, следующая покупка, как хотите, так и называйте. Так, следующее, что я вам покажу, это палетка от Lancome. Тоже какой-то такой выпуск, наверное, лимитированный. Айс-Юга палет. Сахарная палетка для глаз. И она произведена, где-то я тут видела, в Канаде. Производитель Made in Canada. Здесь очень красивая гамма. Такая весенняя. Весенняя. С зеркальцем. Палетка. Очень такая весенняя. Красивая гамма, которая будет актуальна очень-очень скоро. В летнее и весеннее время. И такие здесь нежные оттенки. Хотя, в принципе, можно и зимой их. Почему бы и нет? Смотрите, такой оттенок хамелеон. Здесь вроде бы он серый, а так он... Вон какой. Красавец. Ой, какие красивые тени. Ну, я, конечно, не прогадала, заказав эту палеточку. Нежные очень оттенки. Ох, какая красота. Милашки. Палетка сложная. Вот это вот сложное уже. Здесь, конечно, очень сложно что-то нарисовать ею, но можно. Так, и последние два оттеночка. Вот такие вот красивые оттенки. Я, знаете, немногословно, потому что любуюсь. Любуюсь, любуюсь этой красотой. Так, следующая палетка. Это палетка от Байтери. Я её как увидела, и всё. И меня... И меня понесло. Думаю, нет, без этой палетки я жить не смогу. Правда. Это такая красота. Вы знаете, кто меня смотрит, что у меня несколько палеток от Байтери. Вот этой вот городской серии. Но здесь, ну здесь такие потрясающе красивые оттенки. Вот они, посмотрите. Я перевернула, потому что сейчас зеркало будет зеркалить. Хотя давайте вот так вот осторожно как бы мы её протестируем. Тестируем, конечно, здесь рисунки на рефилах. Что-то такое выбито, но на то она и палетка, чтобы пользоваться ей, поэтому ничего страшного. Так, а где мы её с вами нарисуем? А давайте вот здесь. Тут не так уж и много оттенков. Как она мне понравилась. Вот она. Так, жёлтый какой-то тут не очень заметный оттенок. Может быть, я его сейчас ещё раз повторю, нарисую. Так, здесь Франция, выбитая эфилева башня. Вот так вот. Ой, какая красивая. Ну, все палетки классные, ну, согласитесь, те, которые я вам показываю, просто вообще и Клоранс, и Ланком, и Байтери. Сейчас ещё Офру покажу. И сейчас ещё, конечно же, палетку от Офра, но она будет уже с румяшками. Так вот. Так вот, давайте, жёлтенький, ещё посильнее, о том, что тут не такой выразительный. Вот. Ой, как красиво. Я очень-очень довольна. Посмотрите. Люкс, он и в Африке, как говорится, люкс. Так. Давайте вот такую коробочку поставлю и смотрим с вами следующее. А давайте вот ещё одна покупочка от Ланком. Это там же на парфюм Клик Дотене, Лапсалю Рош. И мне очень понравился стик этой помады, хотя она красная. 132 оттенок Капри Скрин. Я думаю, что это была лимитка у Ланком. Ну, так, подозреваю. Смотрите, какой красивый футлярчик и ярко-красная помада. Конечно, ярко-красные я вам много-много раз жаловалась на эти ярко-красные, но купила, позарилась, так сказать, на цену и позарилась на футляр и Ланком. Посмотрите, вообще шикарная. Она какая-то вся переливающаяся. Пусть будет. Пусть будет вот эта красота. Так. Красота от Ланком. И последняя это палетка от Офра. Тоже я ее покупала с большой скидкой. Это уже не парфюм Клик Дотену, а другой сайт. Кстати, Байтери палетка это ой, как называется сайт, 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 Леко. Леко. Если проживаете в скандинавских странах, знаете эти сайты и увлекаетесь, конечно, косметикой, то эти сайты вы всех знаете. Значит, здесь нет зеркала в этой палетке. Вот так вот она выглядит. Вот. и вот такие вот здесь румяшки. Они тоже какие красивые. Ну, как красивые. Подходящие, подходящие к моей к моей коже. также к вот этим теням ко всем. В общем, очень хорошие. Так, и вот два еще оттеночка более такие яркие. кирпичные и коричневые. Все. Как-то я быстро так сняла видео. По-быстрому. Ну, такие вот покупки. Вот такая вот красота. Очень-очень довольна просто вообще. как вот какой может быть косметический минимализм, я просто не знаю. Конечно, когда еще раз повторюсь, средства не позволяют покупать то, что нравится, то, что приносит удовольствие, тогда и нужно вводить косметический минимализм какой-то год без покупок и так далее. Вот. Ну, а когда средства пока еще есть и самое главное желание есть приобретать вот это все великолепие, то тогда и так сказать отпускайте вожжи. Спасибо вам большое за просмотр. Следующая серия, последняя, заключительная будет посвящена косметике из разряда разной. Там разные бренды, не только косметика, но еще и косметические гаджеты. давайте еще, 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 еще раз посмотрим. Посмотрим вот эту всю красоту. Ой, как красиво и палетка от Lancome, и палетка от Byterie. В общем, шикарная. Вот эта вот незнакомка от Clorans, конечно, задает мне много вопросов. Все, еще раз спасибо большое за просмотр и всем пока.